Приветик, друзья! Я сейчас направляюсь с папой посмотреть, где он будет весной, летом ловить рыбу. Дело в том, что у нас на Дунае для того, чтобы ловить рыбу, надо разрешение иметь. Мы сейчас направляемся по автобану и будем выбирать место, так как не на всем Дунае есть разрешение. Даются лицензии на определенные участки Дуная и это, как правило, 2-2,5, максимум 3 км протяженностью на 1 или на 2 берега. Ну и, конечно, надо нам сейчас посмотреть. Погодка, конечно, не важная, а сейчас у нас конец января, снега нет, как вы видите, никакого снега нет, но туман, холодно. Минус 3, минус 4 сейчас и направимся, посмотрим, где можно ловить рыбку. Взял я карту с собой, чтобы немножко разобраться. Вот перед нами уже Дунай, здесь даже есть снег, осторожно, потому что здесь не очищается. Ну и хочу посмотреть, короче, здесь должно быть два моста, и между мостами как раз и есть первый район, где можно ловить рыбу, первый участок. Дунай замерз, я в шоке. Летом здесь идеальное место, чтобы делать гриль, делать шашлыки, гулять, кататься на велосипеде. Вот эти все дорожки идут очень-очень далеко, и также по этим дорожкам можно даже доехать и в Братиславу, столице Словакии. Ну, моста я здесь не вижу. Вот этот остров, который перед нами, он был сделан искусственно, его протяженность 20 километров. Да, тяжело еще найти, где ловить рыбу в летнее время. Зимой здесь надо немножко поискать. А какая здесь система? Для того, чтобы здесь ловить рыбу, надо иметь фишкарту. Для того, чтобы иметь фишкарту, надо сдавать экзамен, посещать однодневный курс. Это все стоит 80 евро, ты сдаешь экзамен, и после этого у тебя есть разрешение на ловлю рыбы. Например, в Нижней Австрии, федеральная земля. После этого ты должен быть член клуба, это стоит еще 90 евро. Ну, и еще лицензию на целый год на Дунай, на часть Дунай, где ты хочешь ловить. Это еще стоит 170 евро. В общей сложности рыбалка здесь совсем не дешевая, и это вам обойдется как минимум 400 евро, чтобы полностью все купить, и разрешение также на целый год. 400 евро, друзья. И ловить можно определенное количество только рыбы. Вот, наконец-то я нашел это место, где папа сможет ловить рыбу летом, когда будет тепло. Это вот Дунай, это часть Дуная, так называемый Новый Дунай, из-за того, что здесь был остров построен в 1980, если не ошибаюсь, искусственно. Так вот, здесь как раз и находится вот этот Дунай, где можно ловить рыбу. То есть с этого берега, с того и еще через один, там еще есть Дунай, еще основной Дунай, где садоходная река. И именно вот на этом месте тогда есть возможность ловить рыбу, и это стоит 166 евро, 170 евро на целый год лицензия именно на эту часть Дуная. Ловить разрешено в год 30 карпов, 15 хищных рыб, это как щука, как форель, там еще какие-то. Я в этом не очень сильно разбираюсь, я не рыбак, а папа у меня заядлый рыбак, поэтому он и делал это все, эту всю волокиту, эти все экзамены, чтобы официально здесь ловить рыбу. Он получил уже аусвайс, разрешение на ловлю рыбу и на то, что он сдал экзамен. Ну и, конечно же, всю рыбу, которую ты ловишь, ты должен ее записывать в специальном блокноте, который выдается тебе муниципалитетом Вены, и там записывать, сколько рыб ты словил. Комиссия, которая здесь проходит, проверяет, она также может проверить, сколько ты рыб уже в этом году выловил, и какой породы. Здесь также есть какие-то указатели для велосипедистов, на лабау, ну, всякие маршруты. Отец смотрит, как там вообще, возможно ли ловить рыбу или нет. И разведенный мост, он только летом функционирует, ну, когда тепло, и также для велосипедистов часто используется, и для тех, кто здесь гуляет. Туалеты, кафе-ресторан, который зимой закрыт. Ну и как-то достаточно скучно, потому что летом здесь весело, катается на велосипедах здесь, с детьми гуляет, шашлычки, гриль, очень-очень классно. А зимой очень-очень скучно. Так, чтобы здесь не поскользнуться. Все, я уже замерз. Вот такие вот пироги. В машине хорошо, в машине тепло. А я рыба, я рыба, я рыба. Не плачу, не смеюсь, не говорю спасибо. А я рыба, я рыба, я рыба. Не хожу на работу, не получаю...